Привет любителям рыбалки! Совсем недавно поклонники фидерной ловли были обделены вниманием катушка строителей. Им приходилось выбирать между спиннинговыми, легкими, но недостаточно выносливыми и карповыми, тяжелыми и мощными агрегатами. Сейчас ситуация изменилась. У нас на столе 8 линеек, которые продаются только под одной торговой маркой Brain и все они предназначены для фидерной ловли. Давайте поговорим о том, как среди этого разнообразия выбрать именно свою катушку, которая будет подходить под ваш стиль ловли. Для этого нам придется проанализировать целый ряд факторов и параметров, которые влияют как на процесс, так и на результат ловли. А начнем, пожалуй, с удилища. Удочки для классической английской донной ловли вряд ли своим балансом устроили бы спиннингистов. Центр тяжести у них значительно смещен вперед, и это происходит от того, что длина фидерных удилищ только начинается там, где все спиннинговые уже давно закончились. Потому для уравновешивания фидера можно использовать достаточно увесистые агрегаты. Но и в этом надо знать меру. Пикерочек с тестом до 40 грамм вряд ли будет гармонично смотреться с 600 граммовой гирькой. Да и работать таким комплектом будет тяжело. Отсюда первое правило. Подбирайте пару удилища катушка в соответствии друг с другом. Если есть такая возможность, прийти в магазин с вашей удочкой, оденьте на нее катушку и посмотрите, удобно ли лежит это у вас в руках. Можете даже сымитировать заброс. Если все в порядке, значит это именно ваша пара. Следующий момент, который также ограничивает размер катушки, это просвет входного раннинга. Задача переднего кольца усмирить конус монофила или плетеного шнура, который слетает со шпули. Если со шнуром это сделать достаточно просто из-за его мягкости, то призвать к порядку леску намного сложнее. И потому, если у вас входной раннинг имеет просвет в 15 миллиметров, ставить катушку со шпулей 8000 пошимана вряд ли уместно. Из-за такого несоответствия можно ожидать существенного снижения дистанции заброса, а в худшем случае отстрела кормушки. Другое дело входное кольцо с внутренним диаметром 40 миллиметров, как например на фидерах Apex Double. С ними гармонично смотрятся шпули практически любого размера. И отсюда второе правило. Не ставьте агрегаты с большой шпулей на неподготовленные для этого удилища. Следующий вопрос, который также нельзя оставить без ответа, это предполагаемый объект лова и его размеры. Понятно, что для охоты науклию, карася, краснопера, густерку и платву крупный агрегат не нужен. Это будет напоминать стрельбу по воробьям из крупнокалиберного пулемета. В то же время для борьбы с мощными рыбами, такими как карп, белый амур, сазан, лещ, толстолоб, вам понадобится катушка, обладающая достаточной для этого мощностью. Такой агрегат однозначно проиграет в весе легкой и скорострельной модификации. Ну и орудовать с большой частотой вам им не придется. Отсюда третий вывод. Для скоростной ловли приобретайте легкую катушку, а для вдумчивого высиживания поклевки более мощный и тяговитый агрегат. Большой промежуток между поклевками неизбежно приводит к притуплению бдительности. Бесконечно смотреть на кончик удилища становится просто утомительным. Хочется отойти в сторону за порцией шашлыка или бокалом березового сока. Чтобы именно в этот момент, в результате такой долгожданной и потому неожиданной поклевки, ваше удилище не оказалось в воде, инженеры придумали систему свободного хода шпули или бейтранер. Щелкнув клавиши, вы даете возможность леске беспрепятственно вращать шпулю и не срывать удилище с подставки. Регулировка бейтранера позволяет настроить его под различные обстоятельства. Например, ветровое течение, постоянное подергивание мелочей, которые тоже отвлекают от потребления березового сока. Но у этой системы есть и свои недостатки. Во-первых, увеличивается вес катушки, так как появляется в ней новый механизм. Во-вторых, наличие ряда новых деталей неизбежно усложняет саму конструкцию и тем самым увеличивает риск поломки. Потому катушку с бейтранером рекомендую вам приобретать только в том случае, если вы часто выезжаете на кроподром и ловите с родподов с использованием электронных сигнализаторов. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда под давлением рыболовного прессинга наши будущие трофеи отходят далеко от берега и возникают сложности с преодолением этой дистанции. В решении этого вопроса инженеры и конструкторы также пришли на помощь рыбакам. Для дальних забросов разработаны и широко используются неглубокие и высокие шпули с большой боковой поверхностью. В некоторых случаях это привело к необходимости установки дополнительных механизмов. Дело в том, что при слишком короткой юбке шпули возникает риск попадания шнура или мононити в подшпульное пространство со всеми вытекающими отсюда неприятностями. Различные подвижные рамки, усики и щетки должны воспрепятствовать этому. Установка таких механизмов удорожает, усложняет и утяжеляет агрегат. Если у вас не возникает необходимости ловли на дальнем и сверхдальнем кордоне, то не стоит покупать катушки с такими усовершенствованиями. Ну а если ваши трофеи находятся на очень большой дистанции, тогда стоит воспользоваться этим изобретением катушкастроителей. Следующий момент, что именно мы наматываем наш пулю. И здесь выделим два аспекта. Первый, для плетенки не нужна большая лесоемкость шпули. Для нее подойдет вариант с неглубоким профилем типа шеллова. Для мононити с аналогичной разрывной нагрузкой места надо побольше и соответственно больше лесоемкость шпули. Некоторые модели катушек выпускаются со шпулями разной емкости. Желательно, но не обязательно использование плетеных шнуров с роликами, покрытыми нитридом титана, так как он имеет повышенную износа устойчивость. И поэтому следующий вывод, учитывайте материал основной лески, когда вы выбираете себе обновку. Большинство рыболовов уделяют огромное внимание количеству подшипников в механизме. Давайте определим их минимальный набор. Два шарика подшипника должны стоять на оси ведущей шестерни главной передачи. Еще один на ведомом валу. Таким образом минимум составляет три детали этого класса. Практически все современные катушки оборудованы мгновенным стопором обратного хода. В составе его находится роликовая муфта и она является той самой плюс один в подшипниковой формуле. Ролик узла укладки лески может вращаться на одном широком или двух узких подшипниках. Если ваша рыбалка часто сопряжена с перетягиванием каната с серьезным соперником, желательно, но не обязательно установка шарикоподшипников также на штоке в подшпульном пространстве. Для качественной укладки тонких шнуров шарикоподшипники иногда устанавливаются даже на оси паразитной шестерни и на верхнем срезе каретки толкателя штока. Но необходимы они только при работе с тонкими плетенками, применение которых в фидере крайне редко. Из этого вывод. Ориентируйтесь на прожиточный минимум 3 плюс 1 и не переплачивайте за детали, наличие которых не обусловлено специфическими условиями вашего лова. Но если такая потребность все-таки наблюдается, больше внимания уделите поиску достоверной информации об конкретном агрегате. Желательно посмотреть видео обзор, в ходе которого производится разборка агрегата, и вы можете убедиться, что шарикоподшипники, которые вы ожидаете найти в ролике укладки лески, на самом деле там находятся, а не, например, облегчают вращение кнопок. Еще одна цифра, которая определяет выбор той или иной модели, это передаточное отношение главной пары. Считается, что у нас должно быть не выше 4,7 к 1. На самом деле тяга катушки зависит не только от соотношения количества зубцов на ведущие и ведомые шестерни. В эту формулу стоит включить также диаметр шпули и длину рукоятки. В любом случае следует запомнить, что выигрывая в скорости, вы проигрываете в усилии. И если вам важна скорость подмотки, тогда берите катушку с повышенным передаточным отношением. А если вам приходится работать с массивными оснастками и с массивными соперниками, тогда берите катушку с характеристиками лебедки. И последний в нашем списке, но не последний по значимости вопрос – это цена. Хорошо, когда ваши технические требования к агрегату сбалансированы вашими финансовыми возможностями. К примеру, тот же бренд продает катушки в цене от 35 до 70 долларов США. Но каждое повышение цифры на ценнике имеет свое обоснование. У самой дорогой Energy – 9 шариков подшипников и одна роликовая муфта в механизме. Несложно найти катушку дешевле. Еще проще найти дороже и намного дороже. Здесь замечу только одно – бюджетная катушка на вашем удилище поймает намного больше рыбы, чем супер агрегат от именитого бренда «В вас мечтах». В конце позволю себе дать вам 4 совета, исходя из собственного опыта общения с фидерными катушками. Надеюсь, они помогут вам долго и беспроблемно эксплуатировать агрегаты этого класса. Совет первый. Всегда после рыбалки ослабляйте фрикционный тормоз. Тем самым вы избежите выдавливания масла из фетровых прокладок и фрикцион у вас будет всегда срабатывать легко и четко. Второе. Дужку лесоукладателя в исходное положение возвращайте всегда рукой, а не проворотом рукоятки. Ударные нагрузки, возникающие при втором методе, негативно сказываются на механизме и могут впоследствии привести к самосбросам. Третье. При борьбе с трофеем больше работайте удилищем, а не только тягой катушки. Этим вы убережете шестерни главной пары от чрезмерного износа. Ну и в конце каждого рыболовного сезона не забывайте проводить техническое обслуживание катушки самостоятельно или отдавая ее в руки опытного мастера. Это, поверьте, продлит ей жизнь. О том, как самостоятельно обслуживать катушку, у нас будет отдельный ролик. И чтобы не пропустить его, подписывайтесь на канал и без рыбалка, а мы с вами встретимся здесь или на водоемах страны. Удачи!